Стивен Кинг 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 голову еще в 1978 году, но взяться за нее сразу он не решился. Стивен начал писать эту книгу только спустя 2-3 года, но как говорил сам Стивен Кинг, эти 2-3 года не ушли впустую. За это время он придумал основные фишки книги, это множественные временные линии и идея, о которой я сказал ранее, о том, что тролль обитает в канализации и соответственно мостом является весь городок. Эта работа для Кинга была непростой, он решил наполнить ее различными монстрами, наполнить воспоминаниями о собственном детстве, рассказами брата, также воспоминаниями о двух городках, один из которых Бангор. За что он так ненавидит этот город, да и вообще весь штат Мэн? Также не обошлось и без локаций, прототипом которых послужили места города Стратфорд. Но это на самом деле мелочи. Основной труд, как мне кажется, был в том, что роман далеко не маленький и пусть Кинг всегда был продуктивным, такие огромные произведения не пишутся за один присест. И конечно иногда у Кинга был дефицит идей, но Кинг на то и Кинг, что каким-то известным только для него образом справлялся с подобными случаями. Всеми правдами и неправдами роман был закончен в 1986 году. И знаете, если бы эта идея о книге «Оно» пришла в голову практически любому другому автору и он бы написал ее точно так же, как это сделал Кинг, мы все равно бы не увидели такого романа. И тут все просто. Авторитет. Когда автор малоизвестный или пишет на порядок хуже, его произведение беспощадно кромса от редактора. Особенно если роман настолько масштабный, более тысячи страниц. Особенно, когда он содержит такие сцены. Книга продавалась хорошо. Как-никак у Кинга уже была своя фан-база. Уже через год было продано более двух с половиной миллионов копий. Но вот встретили эту книгу неоднозначно. Книгу как и хвалили, так и втаптывали в грязь. И с некоторыми тезисами сложно спорить. Книга была затянута, некоторые сцены были, так скажем, чересчур. В общем, все как надо, скажем так. Но критики критиками, а людям понравилось. Хотя знаете, сцена с подростковым сексом. Детский секс это, конечно, весело, но не для ТВ. Спустя 4 года после выхода книги, Томми Ли Уиллос решил снять адаптацию, да не простую, о формате мини-сериала. И соответственно, из-за того, что в оригинале присутствуют крайне жестокие сцены убийства детей, секс, миниет и прочие интересующие молодежь вещи, то, конечно же, пришлось поработать ножницами. Как говорил сам Стивен Гинк, через что прошли продюсеры Оно, мне и подумать страшно. Потому что одно из строжайших правил ТВ состоит в том, что сюжет телевизионной драмы не может строиться на попадании детей в смертельную опасность, не говоря уже о смерти. Если сравнивать с оригиналом, то в ТВ адаптации остались только основные сюжетные моменты. Фильм был довольно хорошо принят критиками и зрителями. И есть два момента, которые выделяют что те, что другие. Это музыка и Тим Карри. Знаете, даже в детстве меня не особо пугал этот сериал. Но стоит отметить, что Пеннивайз там был хорош. А в целом, это была слишком рафинированная адаптация. Естественно, ввиду того, что пришлось отказаться от многих аспектов книги. Хотя, если делать все по книге, то, во-первых, получится лютое месиво из-за скачков во времени. Во-вторых, посмотреть это, ну нигде нельзя будет. Ввиду того, что сцены, где детям оторвают головы, забивают молотком до смерти, и, конечно же, сцены, где 12-летние дети чпокаются, такое видеопроизведение не может быть выпущено в принципе. Ну, только если и Dark Web. Так или иначе, несмотря на то, что адаптация 1990 года была на порядок мягче, это не помешало ей стать культовой классикой. В особенности благодаря Тиму Карри. Но время шло. Мы, зрители, со временем привыкли к насилию по ТВ, в кино и на экранах мониторов. Дэдспейсы, всякие техасские резни бензопилой, да и просто пилы, сделали нас менее восприимчивы к насилию. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это факт. Да и ввиду того, что технологический сериал 90-го года устарел, многие хотели перезапуск. И, конечно же, не в формате сериала. Спустя 7 лет предсъемочного периода начались, эм, простите за тавтологию, съемки. Но давайте для начала рассмотрим этот период. Можно было бы заглянуть в 2010 год и рассмотреть самый первый сценарий картины. Но по заявлениям разных источников, это была лютая солянка. И порезанная ужасно, ввиду того, что на тот момент студия не собиралась делать две части. То есть роман в более чем тысячу страниц попытались уложить в два часа хронометража. Ну хорошо, что передумали. Давайте вернемся теперь в 2012 год. Тогда в проект пришел Кэрри Фукунага. На тот момент он не был особо известен, ведь настоящий детектив еще не вышел. Но это и не важно, важно другое. Разбивка картины на две части. Фукунага долго бился за эту идею. На протяжении трех лет он и еще один сценарист писали сценарии. И это была пытка. С горем пополам удалось убедить студию разделить ленту на две части. Но это не основная проблема. Самая главная проблема была в жестокости. Фукунага довольно сильно отошел от оригинала. Но оставил то, чего так сильно не любят в Голливуде. Секс и жестокость. Студия была готова, чтобы фильм был с рейтингом R. Но судя по сценарию двух товарищей, фильм бы вышел с рейтингом. Лицам до 18 лет просмотра строго запрещен. По факту это тот же рейтинг R. Только за исключением пары важных нюансов. На фильм с рейтингом R можно попасть. С родителями, например. А на NC-17, вроде он так называется, уж простите, все не упомнишь. Так там вообще жесть. Помимо того, что если ты младше 18, ты вообще не попадешь на сеанс. Так еще и рекламировать фильм нельзя. Причем почти везде. ТВ, радио, печатные издания, что для студии явно не вариант. Также кинотеатр не очень охотно закупает себе копии для того, чтобы крутить их в своих кинотеатрах. Соответственно, количество потенциальных зрителей резко сокращается. И тут студию сложно винить. И чтобы вы понимали, почему прогнозировали такой рейтинг для этой картины, я перечислю буквально две сцены. В первой сцене женщина мастурбирует. И тут никаких вопросов. Все прям в духе книги, блин. А вот во второй сцене. Пеннивайз играет на пианино и жрет детей. Точнее их трупы. Что как не сложно догадаться, маленько перебор. На самом деле, нарыть подробности сценария Фукунаги крайне сложно. Ну или у меня гугл сломался. Студия и режиссер Фукунага не пришли никакому компромиссу. И соответственно, Фукунага решил уйти. Но, несмотря на его уход, он остался в титрах как сценарист. Основные его идеи все же остались. Наши не сами поработали там, где была жесть. Хотя и не только. С приходом нового режиссера процесс закипел с новой силой. А, кстати, чуть не забыл забавный факт. Сценарий Фукунаги был настолько жестоким, что родители молодых актеров отзывали разрешение на съемки своих детей. И с оригинального каста остался только один актер. Добрые у него родители. Был бы фильм «Оно» за авторством Фукунаги лучше? Не ясно. Он был бы жестче, кровавее, с небольшим содержанием секса и без особых изменений сценария, которые мы сейчас имеем. Лично я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Уж больно хорошо выглядит финальный результат. Поэтому на его месте представить что-то другое я не могу. А можете ли вы? Пишите в комментах. И вот пришел Мускетти. Хотя, если честно, я даже не знаю, что тут добавить. Ведь обзорщики уже все сказали. Фильм он снял и фильм хорош. Лично у меня к его работе никаких претензий нет. Доработав сценарий за авторством Фукунаги, лишив его жести, которое явно неприемлемо, он довольно быстро завершил предсъемочный процесс. И, конечно, он набрал свой каст, за исключением одного актера. И тут я тоже не могу к чему-то придраться. Да и не обзор фильма же это. Если попытаться подытожить его труды и труды съемочной группы, то все отлично, особенно отлично для студии. Затраты на съемочный процесс составили 32-35 миллионов долларов. А собрал он уже почти полмиллиарда. Осталось только дождаться продолжения, которое выйдет примерно осенью 2019 года. Но время летит быстро, так что ничего сложного в этом нет. Ах да, примерно в конце 2017 года выйдет Blu-ray DVD издание. И в него обещают добавить 15 минут новых цен. Я, походу, уже спойлернул их себе, но вам удовольствие портить не буду. И помните, какие бы не были жестокими фильмы, игры и книги, самая дикая жесть происходит в реальности. А на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также вступайте в мою группу ВКонтакте и можете подписаться на Твич. Также я открыл страницу на Патреоне. Если у вас есть пару баксов и вы хотели бы поддержать мой канал, то ссылка в описании. А на этом уж точно все. И всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok